Проведение фестиваля семей сотрудников, преподавателей и учащихся уже стало традицией. Организаторами выступили Департамент по молодежной политике совместно с первичными просоюзными организациями работников и студентов Казанского Федерального Университета. Почетным гостем праздника стал первый проректор, проректор по научной деятельности Казанского Федерального Университета Дмитрий Таюрский. Он поздравил всех присутствующих и передал им самые теплые пожелания. Проводим такой праздник всем, чтобы вся семья, все вместе пришли к нам в университет, провели какое-то время вместе, поучаствовали во всех активностях, во всех конкурсах, показали то, на что способна крепкая дружная семья. И, конечно же, самая главная цель – это сохранение семьи, укрепление традиционных семейных ценностей. В этот день культурно-спортивный комплекс «Уникс» преобразился до неузнаваемости. С улицы были слышны песни из всем известных мультфильмов. Гостей праздника встречали Белоснежка, Мальвина, Ариэль, Алиса «Стране чудес» и многие другие персонажи. Место получилось поистине сказочным. Для детишек были организованы различные развлекательные зоны. Они могли попробовать себя в нейрогимнастике, рисовании, графическом диктанте и игре, кажется, нащупал. Ребята с интересом бежали на разные станции, с увлечением участвовали в активностях и получали за это подарки. Красок добавила и зон с аквагримом, где каждый желающий мог преобразиться и засиять. Мероприятие состоит из различных таких частей. Вот одна часть это интерактивная, когда дети могут проявить себя, они могут участвовать в разных конкурсах, мероприятиях, потом получить за это подарки. И, конечно, это церемония награждения лучших семей. И очень отрадно, что с каждым годом тех самых активных семей университета становится все больше. И если раньше мы брали сначала самых 5 активных семей, потом 10, то сейчас даже уже 15, это уже такой большой конкурс, потому что активно все участвуют. И два таких, вот сегодня фестиваль семей и есть еще новогодние мероприятия. Тогда, когда встречаются сотрудники, когда встречаются их дети, когда дети могут по-другому увидеть работу своих родителей. Помимо образовательных игр на фестивале были и спортивные активности. Перетягивание каната, прыжки со скакалкой, бег в мешках, игра «Удержи шарик» и даже настольный хоккей. Участвовать можно было всем. Родители активно болели за своих детей и даже помогали им в процессе игр. Волонтеры и аниматоры также следили за атмосферой волшебства в этот день. С каждым годом фестиваль все круче и круче проходит. Мы были еще на первых фестивалях семей. И видно, что сотрудники стараются, что фестиваль улучшается и все делается для детей. Мы записали творческие номера, она рассказывала стихотворение и играла на фортепиано. То есть два творческих номера и поделка. Красота ропотворная. Мы участвовали в фотоконкурсе. Не в первый раз. В этом году уже с маленьким пришли на фестиваль. Моя семья очень большая. У меня трое детей. Но сегодня присутствует двое из моих детей. Так как младший совсем маленький, но мы активно участвовали во всех конкурсах, включая и видео, и рисунки, первые шаги. Вот сегодня я с мужем и с двумя старшими детей. После интерактивной части гости праздника были приглашены в большой зал, где состоялся творческий концерт и награждение самых активных семей фестиваля. Этот день стал не только отличным поводом для отдыха и развлечения, но и замечательным способом объединить тех, кто входит в одну большую семью Казанского федерального университета. Риана Файзулина, Кристина Отекина, Тимур Ахметов. Универ Новости.